Всем привет, с вами Алиска на Берлилаб. Работаем с картами, смотрим на госпогода на ближайшие дни и делаем его так и так. Начинаем с Атлантики, какие здесь интересные процессы. Мы видим, что сразу два циклона атакуют Гренландию. У нас сейчас один какой-то хиленький здесь со стороны Канады, а второй более мощный со стороны Атлантики. Мы видим вот у него такой шикарный хвост, опускает сюда чуть ли не до Ирландии. Но и, судя по всему, они нагоняют здесь, давайте посмотрим. Да, пытаются нагнать теплый воздух Гренландию, потому что в Гренландии сейчас очень холодно. Там минус 57, минус 58, вот здесь вот в центральной части острова. Поэтому небольшое такое потепление, конечно, нужно. А вот в Восточной Исландии, здесь, точнее, над Исландией находится мы видим антициклон. И видно, как загоняет как раз с севера Гренландии обратный здесь эффект. В сторону Норвегии загоняется холодный воздух. Но с чем, к чему это приводит? К тому, что мы видим такое довольно-таки мощное выхолаживание. Плюс вот здесь вот циклон, он уже ушел в сторону Белого моря. В настоящий момент Баренцево Белого моря. И за ним он как раз еще и устремляется здесь холод. Вот видна такая типичная рябчатость над океаном. И к северу от Британских островов, здесь у Фарерских островов такое. Хотя вот вчера, представляете, вот этот циклон Юта. Тогда Норвегия вчера была в теплой части и задували Фьёны. Там типичная же горная местность. И вот в Таффьорде был побит рекорд национальный декабря. Раньше он был в 98 году установлен. Тоже 1 декабря, кстати, был 18,3 градуса. А теперь он плюс 18,7 градусов. То есть такое лето. Но надо понимать, что на самом деле это не лето. Это дует сильный ветер. И такой вот разогрев происходит. То есть особо позагорать там не получится. Потому что там и солнца нет. В общем-то на этих широтах. Это 62-я широта. А там из-за горной местности во Фьёрде уже солнца нет. Он закрытый горами. Чтобы его увидеть, надо подняться на самую-самую высокую гору. Там в определенное время. И тогда можно это поймать. Здесь еще один такой циклон находится. Интересной формы. Такой как будто согнутой формы. Либо креветка какая-то. Не знаю, как описать правильно. К северу надозорских остров. Здесь что-то сверкает в нем. А это хвост от циклона. Можно увидеть, что он проходит через Карелию, Финляндию. Затем через Балтику. Идет через Германию. У нас сегодня облачность Франции. Испания, Португалия опускаются практически до Канарских островов. Сюда и уходят уже в океан. Видите, какой длинный хвост. Здесь вот еще одна система. У нас опять в Сахаре. Да и в Чаде здесь облачная система. Север Ливии. В Красном море мы видим. Но самые основные процессы происходили все выходные. И сейчас происходит это юг Балканского полуоста. Видите, да, вот сейчас сверкает, прямо говорим. И тут же сверкают молнии в эфире. Но там не просто молнии. Там вот произошло то же самое, что в Валенсии практически. Циклон взял и завис на одном месте. Как раз над Гейским морем. Над Гейским морем. Немножко он влияет на Турцию. Но в основном его влияние было на юг Балканского полуострова и на Грецию. Так вот, на Родосе там выпало более 300 миллиметров осадков. Там произошло обрушение моста, проседание дороги, оползни. В шести случаях пришлось вызывать спасателей. 50 человек спасено из автомобилей и затопленных домов. Остров Лемнос. Там этот шторм Бора называется. Два человека погибло. Там нанесен значительный ущерб острова. Посчитали, что за 44 часа с 30 ноября до 8 вечера 1 декабря на севере Греции, на острове Родос выпало наибольшее количество осадков в районе полуострова Халкидики. Там выпало 403 миллиметра осадков. Представляете? Колоссальное количество осадков. Ну и давайте сейчас посмотрим. Да, здесь продолжает. Здесь как раз такая вот зона в восточной части Греции. И заливает во всю. Центр находится здесь у западной Греции. Непростая ситуация сегодня тоже в Греции. Но прогноз был, что этот циклон дойдет до юга Греции, до Крита и дальше пойдет в сторону Турции. Но мы видим, что он завис и проливается практически на одном месте, что вызывает негативные такие эффекты локальные. Вон же, кстати, на себя. Вот мы видим, затягивает здесь ветер чуть ли не с Центральной Азии. Давайте посмотрим, как это влияет на распределение прохлады. Мы видим, что здесь со стороны Казахстана холод идет через, получается, с север Каспия. Листа Астрахани, Ростов-на-Дону. Очень холодные температуры. 0 градусов для сравнения. Санкт-Петербурге плюс 2 градуса. В Архангельске плюс 4 градуса. Сейчас в Хельсинки плюс 5. Да, и в Минске, и в Киеве все выше, чем в Ростове. В Краснодар плюс 4. Как-то держится Севастополь плюс 6. И да, вот этот холодный воздух идет в сторону Балкана. У Софии всего плюс 2 градуса. Вот такие вот эффекты в настоящий момент мы видим. А здесь над континентом становился антициклон. Но вместе с тем мы видим, что слойка не дает солнечной погоде. Все довольно серое. Беларусь мы видим. Вот только одно единственное исключение. Здесь, я не знаю, за счет Карпат, что ли, как-то или какие-то вот такие эффекты. Север не ровно. Здесь мы видим что-то такое прояснение. Второе прояснение на востоке Литвы. Вот мы видим в этой слойке. Кстати, вот уже рядом с Тверью. Так что видны кое-какие прояснения. Осадки только вот в районе Саратовской области. Здесь мы видим осадки в виде снега выпадают. Южнее тоже здесь лазит антициклон. Еще вот одно такое облако с осадками в виде снега получается в районе Башкортостана, Оренбургской области. Ну, то есть Южного Урала, можно так сказать. Так, в Казахстане здесь мы тоже видим. Интересно, здесь западнее Аральского моря почему-то тоже какое-то окошко в слойке появилось. Так вот мы над континентом видим такую курьезную ситуацию. Да, стоят антициклоны. Но эти антициклоны не теплые. Они содержат слойку. С одной стороны, они не дают теплу отойти от поверхности Земли. Ну, и с другой стороны, и со стороны Солнца они не приносят никакого тепла. Но зато осадков нет. Осадки вот есть, мы видим в виде снега в Западной Сибири, немножко в Южной Сибири. И вот мощный антициклон стал над западом Якутии, над севером Иркутской области. И, кстати, на западе Якутии там было минус 47, минус 48 такие вот температуры. Сегодня чуть-чуть попроще. Давайте заценим, какие у нас температуры. Ну, это дневные, да, минус 35, вот мы видим такие температуры, да. Здесь, то есть, за минус 40 в настоящий момент не видим. Ну, отсюда в Якутии зато холод идет через Монголию. Практически северную часть Китая замораживает. Хотя вот у нас Токламакан в пустыне еще держится, да. Здесь плюс 1, плюс 6 даже градусов Аксу. Вот, хотя локально здесь высокогорье. Уже видно, что здесь тоже локальные такие очаги мороза мощного возникли. Ну, тоже это способствует тому, что такой преимущественно антициклональный характер погоды. И над Китаем стоит. Здесь мы видим какие-то тоже в виде слойки, слоек образования, да. Скорее всего, там туманы. Циклон вот виден в районе Урумчи на северо-западе Китая, на западе Монголии. Вот здесь вот выпадают осадки в виде снега. Хотя антициклон тоже, смотрите, антициклон. Но при этом мы видим облачность и осадки. Ну, и Кызыл-Улангом. Здесь такая типичная картина. Локальный холод минус 11, минус 17 выделяется из всей остальной территории. Ну, и в Иркутской области сюда вот как раз с Якутии пошел холодок. Мы видим, что Керенск минус 32, Братск минус 15, Айркутск минус 20 градусов. В Забайкале тоже минус 22 градусов. Здесь район 4. Вот мы видим циклон. Сейчас находится в районе Таха. Восточный Могочи, Экимчан. Здесь вот немножко теплее. Благовещенск минус 20 градусов. Хотя он не попал в этот циклон, да. На Амуре минус 9. В Владивостоке минус 7 градусов. То есть циклон, он хотя и несет кратковременное потепление, но сам по себе он уже совсем не теплый. Мы видим, что температура все-таки минусовые. Хотя вот циклон принес реальное потепление в Магадан. И 30 ноября там было зафиксировано плюс 1,7 градусов и побит рекорд был 1971 года. Ну, кстати, тоже холодного периода. И за сутки высота снежного покрова снизила сразу с 44 сантиметров до 26 сантиметров. То же самое и в 1 декабря было, но рекорд вроде бы как не побит. Ну и сейчас мы видим тоже плюс 1 градус. Так что вот такой вот довольно-таки теплый сценарий у нас неожиданно для Магадана. Ну, чуть севернее, в Магаданской области мы здесь видим минус 9, минус 12. То есть тепло непосредственно только в самом Магадане. А надо минус 8. На Колыме тоже относительно для сезона тепло. То же самое на Камчатке плюс 1 градус. За счет циклонов, которые прошли практически через всю Евразию. Они ее прошили Евразией. И, кстати, вот этот тоже циклон в Греции, у него тоже происхождение-то интересное. Он же не из Средиземного моря возник, не из Атлантики он сюда пришел. Он пришел вот отсюда, с Северного моря. Он нырнул, прошел вот так вот в сторону Балкан. И вот здесь вот задержался. Он как раз думает, куда ему пойти дальше. По традиционной траектории, вот сюда, в сторону Ростова-на-Дону. Или пойти в сторону Кипра и Ближнего Востока. Вот он как раз раздумывает в настоящий момент. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас на юге, в Индии происходит. А здесь настоящая катастрофа у нас происходит. Как минимум 3 человека погибло, связанных с дождями. В Чинай, где циклон, этот Фингал, брошился на побережье, вызвал сильные ливни и затопление нескольких районов. Смотрите, он, получается, не распался. Он трансформировался в новый циклон, который вот здесь вот через Бангалор прошел. И зарождается теперь новая система, которая пойдет уже сюда, на запад, в сторону либо Сомали, либо Омана. Так что, видите, такой очень коварный циклон вышел. Ну и в Непале 1 декабря 5 непальских рабочих, которые строили мост, погибли из-за оползня, который их накрыл. Видите, какие печальные новости на выходных. Так. В Шри-Ланка, остров, опять же, вот из-за этого Фингала, здесь погибло 19 человек. Вот так вот. Вот такие вот у нас след оставил этот Фингал. И видно, что он сейчас пойдет, ему дадут, скорее всего, какое-нибудь новое название. Он там опять реактивируется над теплыми водами и пойдет дальше гулять. Так, реактивный процесс у нас происходит в Индонезии. Здесь немножко Северная Филиппина. Продолжает у нас сверкать Австралия просто какое-то безумие. Смотрите, уже чуть ли не месяц у нас вот эту вот каждую секунду без перерыва здесь сверкают молнии. Вы представляете, какой это интенсивность энергии. Это вообще какой уровень энергии просто. И не прекращается, не прекращается. Мы видим, что здесь очередная система хвостовая, да, очередной хвост. Отсюда со стороны Антарктиды. Вот отлично он прослеживается, да. Вот он, центр циклона находится, Антарктида. Хвост идет, захватывает холодок и сюда прямо доставка в Австралию происходит. И там даже беговой старт был на выходных. Они там все по колено в грязи. И говорят, мы не можем, там туда приехали гости из других стран. Мы не можем поверить, что мы находимся в пустынной Австралии. Ну и Новая Зеландия, кстати, Южный остров тоже накрыл какая-то система. Небольшое здесь грозовое облако в Востоке. В ячейке около Восточной Африки, Южной Африки. Здесь экваториальный поезд, такая типичная. И мощная вот эта система в своем любимом месте. Рио-Гран-де-Зул, Парагвай, Уругвай. Север Аргентины здесь заливает дождями. Тоже мощные грозы там происходят. Южная Бразилия не до пожаров там сейчас заливает. Юг Латинской Америки мы здесь видим тоже такие эффекты. Ну а вот США вроде бы как здесь на выходных были проблемы, связанные как раз с эффектом озер великих. Потому что задувал холодный ветер и над озерами получилась конденсация и выпадение осадков. Вот в Канаде, в провинции Онтарио, там выпалось 75 сантиметров снега. В штате Пенсильвания там заблокированы были дороги, там массивные пробки. То же самое в штате Нью-Йорк. Настоящее колоссальное бедствие во время праздника Благодарения. На западе Канады здесь мы видим, что вышел циклон. Дальки мощные, здесь заливает дождями, снегом засыпает. То есть там эффекты... Ну здесь уже все, уже стикли немножко. От гудзонного залива опять же северный ветер дует, тоже выпадает здесь осадки в виде снега. Ну а так в основном проблемы сейчас конечно с морозом, который тоже захватил территорию США. А в настоящий момент здесь почти минус 20 в районе Великих равнин. В Канаде там за минус 20, даже за минус 30 уже. Ну и морозом состраняется на юг, в сторону Мексиканского залива в настоящий момент. Так, ну что, давайте почитаем комментарии, что пишут люди сегодня. Руслан пишет, что он первый, поздравляем вас. Галина Ред пишет, благодарю за полезную информацию, спасибо вам большое. Александр из Казани пишет, 29 ноября был снег, днем было плюс 1, ночью минус 1, сугробы 2 сантиметра. 30 ноября было плюс 30, ой, плюс 3 градуса, извините, сугробы плюс 1 сантиметр. 1 декабря было днем плюс 2, ночью плюс 2, сугробы 1 сантиметра. Интересно, как сугробы так удержались при плюсовых температурах. Так, Алексей Васильевич пишет, пятница вечер, сижу, смотрю, на карте у тебя в Иркутске минус 7, а по факту минус 2. Ну, вы знаете, Иркутск, у него сложный рельеф, поэтому неудивительно. У нас здесь тоже, да, город Базель, с одной стороны у нас южные склоны, здесь плюсовые температуры, там солнце светит, а с другой стороны северные склоны, Юрские горы, там минус снег лежит, такое, да, разница всего 5 километров по прямой. Так что неудивительно. Маринелла Савитальевна пишет, спасибо, дарит ресердечко, благодарю вас. Жанна Цалимова пишет, приветствую, в Караганде плюс 1, лед тает на асфальте, когда же будет снег и мороз? Ну, вы знаете, сейчас вот видно, что в основном преимущественно юго-западный ветер, да, вот здесь вот этих циклонов атлантических, вот здесь над новой землей циклон, они на себя вот так накручивают сюда потоки воздуха, и смотрите, даже через Центральную Азию сюда в сторону Сибири, здесь небольшая зона потепления в районе Алтайских гор в связи с этим. Так, Елена Урала пишет, в Черногории ураганчик у моря был, 14 градусов, но все утеплились по зимнему. Ну да, вот как раз он через вас проходил, теперь он находится в Греции. Татьяна Соловьева пишет, приветствую всех, Алекс, благодарю за обзор. Так, где тут сердечки? Ага, вот нашла, три сердечка, спасибо большое. Panama Dreams пишет, а не может быть так, что циклоны выдавили морозы из Сибири через поле с направлением Канады и США? Да, это так, как пинг-понг, мы наблюдаем периодически, то есть морозы действительно, они выдавливаются со стороны Евразии, вот этим ветром и опускаются здесь чуть ли не до Мексики, иногда в Мексику заходят. Это мы еще увидим не раз с вами, да, так же, как вот переметы ночные, которые вот сюда в сторону Южной Африки, прям отлично тоже прослеживаются по всем высотам Африки, прям так, поверку выше двух километров, прям туда морозный воздух вздремляется со стороны Евразии. Так, Валентина Орлова пишет, Карелия, погода прекрасная для прогулок, с утра даже солнце показалось, гуляла и поняла, что зимы не хочу уже, да, эти три сердечка. Ну да, зима, знаете, она прекрасна несколько дней, а потом она начинает, устаешь от нее, да. Дэнни пишет, всем привет, дали три сердечка. В Херсоне пришло время противной погоды. В течение суток штиль, сплошная облачность, температура от нуля до плюс двух, такая погода может держаться недели. Но иногда бывает, что тучи расходятся, тогда теплеет и солнце радует всех. Дождей нет, но земля достаточно влажная. Также это самые темные дни, продолжительность светлого времени суток уже меньше девяти часов, а самый минимум будет 23 декабря, 8 часов 35 минут, да. Мы к нему стремимся, но хорошая новость, что осталось-то всего, всего осталось ровно три недели, да, потерпеть, и потом уже будет день увеличиваться. Вот Джасти пишет, привет из Македонии, 30 ноября завалилось снегом, был 0 градусов, а ночью потеплело, поливало до утра, как из ведра, снег растопило, ветер и дождь, 1 декабря были. Начало зимы такое, посмотрим, что будет дальше, всем мира и добра. Спасибо большое. Зерюс Настя пишет, уже где только не выпал снег, даже в Сицилии, кроме меня, не хочу идти к снегу, хочу, чтобы он ко мне пришел, хоть когда-нибудь. Ну, знаете, если циклон нагрянет в Южную Францию, то без снега не обойдется, да, за этим циклоном. Будем смотреть. Ну, а мы с вами давайте теперь посмотрим, что будет сегодня ночью. Интересно у нас в Евразии. Здесь ситуация также остается. В основном морозы, восточная Сибирь, Якутия и опускаются сюда, в Приморье, причем промораживает хорошо Приморье, даже Южную Корею, смотрите, промораживает опять половину Китая, это Кламакан тоже замораживается, даже Индия ощущает эту прохладу. По Казахстану вот идет морозец в сторону, получается, Румынии, Балкан тоже вот так вот. Ну, а Европа, за исключением Скандинавии, в принципе, держится в около нулевых, либо плесовых температурах. Вот, видите, переметы раз, идут сюда, и далеко на юг, смотрите, как холодно в Южной Африке ночью, да. В Сахаре тоже ощущается прохлада. Это вот дневные процессы в Америке, видно, что тепла-то особо уже даже и днем нет, но здесь за счет циклона нагон немножко сюда, опять же, за счет эффекта фена в Западной Канаде есть. Давайте завтра днем посмотрим, какие будут процессы. А видно, что колебания-то небольшие, да, уже солнце играет малую роль, очень холодно в Приморье остается, морозы пытаются через Таймыр продвинуться куда-то в Сибирь, в сторону Запада, но здесь циклон над Ямалом, наоборот, нагоняет теплый воздух из Европы. И смотрите, как замораживает здесь Скандинавию, здесь становится какой-то локальный антициклон, и Скандинавия прямо уходит в минусы. Давайте посмотрим, что у нас по... Все-таки в сторону Турции пойдет циклон завтра, здесь еще один на Центральной Италии будет, так, над Норвегией здесь антициклон стоит. И вот такая вот полоса из осадков между Белым и Балтийским морем. Это как хвост циклона можно рассматривать. Небольшие осадки здесь через Ирландию проходят, может быть, север Испании там накроет. Западная Сибирь, в сторону Южной Сибири здесь снежная такая полоса. И вот циклон очередной у нас в районе Амура находится, идет к Приморью с таким хвостом интересным. Ну а так больше-то и ничего, и нет. Давайте теперь посмотрим субботу, суббота 7 декабря, что здесь будет интересного. Очередной циклон придет у нас в Великобританию, будет влиять на Западную Европу, судя по всему, заливать ее. Опять очередной циклон будет в Греции находиться. А над, смотрите, над Поволжьем, Южным Уралом здесь становится довольно-таки мощный антициклон. Смотрите, как он раскручивается-то здесь. Да, вот интересно, насколько он задержится. Какие-то локальные осадки здесь нырнет циклон в сторону Якутии. Судя по всему, здесь будет изменение. Да, мы видим, что здесь такая струя тепла пойдет. Якутские морозы, может быть, даже какой-то снежок там принесет с собой. Ну, а так, это дневные температуры. Мы видим, что в Восточной Европе уже так днем-то довольно-таки холодно получается. Да, давайте посмотрим, заценить, что будет ночью. Ночью, да, где-то вот уже будет подмораживать в некоторых регионах. И мороз даже будет выходить уже к Балтийскому морю потихонечку. Ну, с Индийского океана, с Каспия здесь по югу будет немножко тепла. Но будем смотреть дальше, какую роль сыграет этот циклон. Пробьет ли он этот антициклон или этот антициклон встанет надолго. Вот это вот самый основной вопрос этой недели. Ну, а с вами был Алекс, канал Берри Лабжи. Отличного упражнения!